Всем привет, ребят! Сегодня буду отвечать на вопрос, который почему-то чаще всего мне задают в Инстаграме. И звучит он так, как сделать прямую трансляцию. Но сегодня я расскажу о своем опыте ответов на такие вопросы. Даже часто мне мои знакомые говорят, Андрюха, а что там надо нам купить, чтобы вот камеру нашу какую-то подключить к компу и соответственно куда-то стримить. На что я постоянно отвечаю, ребят, вам нужно купить что-нибудь типа Ato Mini, а в идеале Ato Mini Pro. Люди такие, о, класс, класс, пойдем погуглим, что это такое. Потом, собственно, я вижу, как у них округляются глаза, и они говорят, блин, 600 баксов, ты что, серьезно? А есть что-то простое. Конечно же, что-то простое есть, но я считаю, если вы собираетесь профессионально стримить, то лучше сразу взять видеомикшер хороший, у которого много возможностей. А в идеале взять тот видеомикшер, который может стримить напрямую. То есть не через ваш компьютер, через программу АБС или любую другую, а стримить самостоятельно. Вы вбиваете в него ключ трансляции, подключаете к роутеру, и при этом у вас больше шансов, что у вас ничего не зависнет, ничего не навернется, потому что все-таки эта железка для этого предназначена. И, в принципе, обзор одного из аналогов Atom Mini, Fillword Live Pro L1, я делал недавно, вот здесь вот по сказочках можете посмотреть обзор. Ну, а сегодня мы ответим на вопрос, как дешево подключить вашу камеру к компьютеру для стримов, ну, а также использовать любую камеру, в том числе для звонков по скайпу или в зуме, или, в общем, где угодно. И также я этим видео хочу вас предостеречь от покупки совсем уже никудышних устройств, но, честно говоря, мозгом я прекрасно понимаю, что покупка таких вот плат видеозахвата, это по большому счету чистая лотерея. И сейчас вы поймете почему. Смотрите, в руках у меня USB 3.0, Capture HDMI, и, в принципе, таких коробочек на Алиэкспресс, и где угодно вы можете найти просто сотни, если не тысячи разных брендов, все это в разных корпусах. При этом разбег стоимости просто колоссальный. Вот эта вот штучка производства, ну, производства вообще непонятно чего, потому что это ОМ, но она, в частности, продается на сайте Endesign, и стоит она в районе, по-моему, 180 долларов. При этом есть точно такие же коробочки, которые можно найти за 50 долларов. Но дальше начинается самое интересное, а именно манипулирование громкими заголовками, которые, по факту, не имеют ничего общего с действительностью. Конкретно у этой коробчонки в названии гордо висела надпись 4K60. И, наверное, неискушенный пользователь подумает так, ага, вот эта вот карточка за 50 баксов, но у нее Full HD 60 кадров в секунду, а здесь 4K60 кадров в секунду. Поэтому давайте я ее возьму в три раза дороже, у меня будет 4K60 кадров в секунду захват производится. Но это, конечно же, абсолютно не так. 4K60 кадров в секунду в данном случае это просто сквозной канал, то есть вы можете подать в HDMI сигнал 4K60 кадров в секунду. И также вот этот вот блок его преобразует в Full HD 60 кадров в секунду, и, собственно, это его максимальное разрешение и максимальная частота кадров, которую он выдает через USB 3.0. То есть 4K60 кадров в секунду это просто его поддерживаемое входное разрешение и частота кадров. И также он может выдать это на петлевой HDMI, то есть, в принципе, вы можете этот сигнал дальше куда-то погнать. Но, опять же, трансляция или просто захват видео на вашем компьютере будет возможен только в Full HD 60 FPS. И об этой особенности пользователи уже узнают непосредственно, когда к ним приехала посылка. Смотрите, что здесь есть еще. Аудио вход и аудио out. Разумеется, может работать либо HDMI звук, либо вот этот вот внешний звук. При этом обратите внимание, что это не микрофонный вход, это линейный вход, поэтому некоторые микрофоны, если вы будете подключать, они просто у вас не будут работать. Это нужно тоже учитывать. Но, конечно же, все эти платы видеозахвата между собой могут отличаться и отличаются весьма существенно. Во-первых, непосредственно качество изображения. Качество изображения по большей части определяется кодеком, который используется. На самых простых вот таких вот блоках используется Motion Spec, там достаточно сильное сжатие. И, в принципе, если вы захватываете какой-то динамичный контент, типа какой-нибудь игры динамичной, да, то при этом вы будете видеть артефакт изображения. Но, по большому счету, это совсем не критично, потому что трансляция в интернет у вас осуществляется и так с очень низким битрейтом. Поэтому, в принципе, ваш конечный зритель все равно увидит картинку очень сильно пожатую. И даже если вы будете загонять ее в большом битрейте с хорошим качеством, то на YouTube зритель все равно разницы не увидит. Но, конечно, есть такие устройства видеозахвата, у которых качество изображения просто настолько откровенно плохое, что его не спасает даже низкий битрейт прямой трансляции. Но, опять же, даже читая отзывы, вы никак не сможете узнать об этом заранее, потому что отзывы, как правило, пишут не те люди, у которых 20 таких устройств и которые могут сделать какой-то сравнительный тест. Здесь качество видео мы, конечно же, проверим и протестируем. Я вам сегодня покажу. Чем еще могут отличаться такие устройства? Конечно же, это время задержки. И время задержки это тот показатель, который вообще не указывается в описании. Очень редко его можно найти на каких-то брендовых устройствах. Что касается вот этого устройства, время задержки, мы можем судить о нем достаточно субъективно. Но, по большому счету, для такого простого девайса задержка даже в 300 миллисекунд не является критичной, потому что их не используют в профессиональных трансляциях. Поэтому этим можно пренебречь. А следующим пунктом, который мы тоже сейчас проверим, это является качество изготовления. Не секрет, что при производстве таких устройств очень часто экономят на металле. И часто на чипах и микросхемах нет никакой системы охлаждения. Поэтому давайте вот эту штучку сейчас разберем и посмотрим, как это организовано здесь. Берем наш набор отверток Xiaomi. Кстати, очень классная штука. Ссылочка на этот наборчик будет в описании. У Xiaomi, кстати, есть еще и электрические отвертки. Но я, конечно же, не настолько упоролся. Но вот в этом наборе есть абсолютно все нужные биты для того, чтобы открывать любую технику. И да, кстати, ссылки на вот это устройство, а также на более профессиональные решения типа Atomini, которые я и рекомендую, также будут в описании. И если вы все-таки тяготеете больше к профессиональным решениям, то рекомендую вам приобретать видеооборудование в магазине Kremlin Store. У них огромный выбор, очень низкие цены и при этом клиент для них всегда на первом месте. Мы работаем с этим магазином уже несколько лет и ни от кого никогда не слышали каких-либо негативных отзывов в их адрес. Ссылка на Kremlin Store будет в описании. Так что если что-то из профессионального или любительского видеооборудования себе присматривайте, в первую очередь заглядывайте именно к ним. Ну что, давайте открывать нашего малыша. Я думаю, все здесь ограничится откручиванием четырех винтов. Переворачиваем нашу платку. Ну и здесь действительно все хорошо. Вы видите, что на всех основных чипах у нас установлены радиаторы. И это хороший знак, то есть при каких-то длительных стримах, длительных видеозахватах у вас эта штучка перегреваться не будет. Потому что я встречал вот такие вот устройства, где радиаторов не было вообще. Ну что, теперь давайте тестить качество видео. Как вы видите, подключается это устройство по разъему USB Type-A. И это на самом деле не очень хорошо, потому что для современных устройств неплохо было бы уже использовать Type-C. Для того, чтобы подключить, например, к Mac, мне пришлось использовать вот такой вот переходник. Я так подозреваю, что использование старого разъема подразумевает возможность использования в режиме USB 2.0. Отсюда я делаю вывод, что, наверное, кодек, которым это все кодируется, не самый производительный. Сейчас на своей камере Canon M6 Mark II я сделал чистый вывод. То есть без служебной информации вывод в максимальном качестве 4K 30 кадров в секунду. И прямо сейчас я записываю видео в максимальном качестве на Mac через QuickTime. И то, что я вижу прямо сейчас, мне нравится. То есть детализация действительно хорошая. И, кстати, обратите внимание на засвеченную стену. Вот такие вот недорогие устройства очень плохо справляются с градиентной засветкой. То есть изображение идет у нас лесенками. Здесь ничего подобного я не вижу. То есть, в принципе, то, что я сейчас вижу на своем экране, это хорошо. Друзья, если вы хотите знать, где мы берем музыку для нашего YouTube-канала и Instagram, то в этом нет никаких секретов. Прямо сейчас по ссылке в описании можете перейти на Epidemic Sound и получить месяц бесплатного доступа. Epidemic Sound это огромная музыкальная библиотека, где есть музыка просто на любой вкус. Вот прямо сейчас вы видите все жанры, которые есть. А также вы можете искать там по эмоциям, какая музыка вам нужна. Эпичная, мрачная, мистическая, вдохновляющая. Также там огромное количество звуковых эффектов. В общем, все, что я вам сейчас рассказал, это, наверное, одна сотая часть от того, что об этом можно рассказать. И лично я, Epidemic Sound, пользуюсь 2016 года. Сервис работает по подписке. То есть вам не нужно там покупать каждую песню, по отдельности нет. Вы просто платите в месяц незначительную сумму денег. Что значит незначительная? Ну, например, как два бургера, ну или как один раз ходить в барбершоп, я думаю, даже не в столичный. То есть, как вы понимаете, просто копейки для таких возможностей. Ну, а дальше без всяких ограничений вы в течение месяца можете качать сколь угодно много музыки, звуковых эффектов. И использовать их в своих видео, например, на YouTube, в Instagram, в Facebook, в Twitch. Кстати, на один персональный план вы можете сразу оформить все эти соцсети. То есть вам не придется отдельно платить за YouTube, отдельно платить за Instagram. Нет, это все входит в один персональный план. И это действительно очень удобно. И как я уже сказал, прямо сейчас, если зарегаетесь, то месяц бесплатно получите. И у многих возникает вопрос. А что будет, если через месяц, ну, как все мы любим, да, я, допустим, перекращу пользоваться сервисом? Ну, просто бесплатно хочу попробовать. Что будет с моими видеороликами, которые я уже загрузил? Мне там что, страйки прилетят? Нет, ничего не произойдет. Epidemic Sound дает четкий, однозначный ответ. Вся та музыка в ваших видео, которые вы уже загрузили за этот бесплатный период, будет лицензирована для вас пожизненно. И ваши видеоролики будут пожизненно монетизироваться. А вот если вы хотите новые видеоролики загружать, то тогда придется продлить подписку. И, кстати, подписку можно включать и выключать в любое удобное для вас время. Это отлично подойдет тем, кто не загружает ролики постоянно на YouTube. То есть, например, вы что-то там в отпуске наснимали, сделали себе подписочку на один месяц, загрузили все ваши видеоролики и год, соответственно, не пользуетесь сервисом, ждете следующего отпуска. Ну, а также у Epidemic Sound есть коммерческий план. Подойдет тем, кто делает видео кому-то на заказ. То есть, теперь вы кому-то сварганили видеоролик, и ваш клиент загрузил его на свой YouTube канал. Вы просто берете ссылочку, указываете в своем личном кабинете, что этот видеоролик сделали вы. И все, ваш клиент также является официальным пользователем этой музыки, и он будет монетизировать свои видеоролики на своем YouTube канале. А также эта история подойдет тем, у кого есть несколько YouTube каналов. То есть, вы можете с одного коммерческого плана брать музыку на все YouTube каналы. И для коммерческого плана также месяц бесплатно. Так что ссылка в описании и регистрируйтесь, если этого еще не сделали. Если вы стример, для которого это основной вид деятельности, то, конечно, нужно использовать профессиональные решения, о которых я сказал. Но если у вас есть какая-то камера, и при этом вы хотите ее использовать как веб-камеру, и для общения с кем-то, для того, чтобы делать красивую картинку, а также для того, чтобы осуществлять вот такие вот нехитрые стримы, то есть, непосредственно с одной камерой, без быстрого динамичного вывода какой-то дополнительной служебной информации, то, в принципе, такие устройства имеют место быть. Теперь, что касается стоимости, я не могу вам сказать, стоит ли это устройство свои 180 долларов. Если вы спросите мое мнение, то за такое устройство лично я бы больше 100 долларов не дал. Потому что, опять же, за те же самые 500 или 600 долларов, уже не вспомню точно, вы можете купить Atom Mini, и это устройство, ну, совершенно другого класса. И вот сейчас я рукой трогаю этот блок, и он абсолютно холодный. Ну, понятно, что 10 минут, которые прошли с момента старта, недостаточно, но я думаю, что какого-то сильного тепловыделения не последует, потому что мы видели, что система охлаждения здесь достаточно хорошая. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно, ребят. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!